В прямом эфире РБКОФА мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кухош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. В Башкортостане необходимая для завершения строительства проблемных домов сумма может достигать по разным данным 9 миллиардов рублей. Как заявил председатель Госкомитета Республики по строительству, сегодня в регионе в официальном списке долгостроев 33 объекта, которые включают в общей сложности 94 дома. Обманутыми признаны 2120 дольщиков. Ситуация по долгостроям разная и решается по каждому дому индивидуально, заявил Григорий Невостроев. Так, несколько объектов планируют сдать уже до конца текущего года. Посмотрели объекты, которые готовы к вводу в эксплуатацию. Это в Ново-Булгаково два дома. В принципе, строительная готовность полностью соответствует требованиям. И сейчас подано документ на подписание заключения соответствия этого объекта. И отрабатываем сейчас оперативно по объекту Серебряный ручей 7 литер. Квартиры в трех новых домах в декабре получат около 200 семей. В планах на 2019 завершить строительство 47 проблемных домов, что позволит обеспечить жильем почти 3,5 тысячи семей, сообщили в Госкомстрое. На 1 декабря задолженность по зарплате в Башкортостане превышает 635 миллионов рублей. Денег ждут более 13 тысяч сотрудников предприятий и организаций республики. Об этом рассказала руководитель региональной госинспекции труда. По словам Татьяны Острелиной, сумма не итоговая, цифра может быть больше, поскольку не учитывает скрытую задолженность, для выявления которой необходимо законное обоснование. Проблема действительно очень сложная, требующая большой координации очень разных структур, начиная с правоохранителя, завершая экономическими структурами. Если есть таковые основания и есть такие факты, что необходимо возбуждать уголовные дела по соответствующим статьям, давайте вместе будем отрабатывать. Три четверти долгов приходится на предприятие Банкроты. По мнению руководителя гострудинспекции, необходимо организовать системный надзор за деятельностью арбитражных управляющих. Радий Хабиров поручил погасить долги до конца текущего года. Отчеты глав муниципалитетов планируют заслушать 28 декабря. Башнефть увеличила отгрузку нефтепродуктов речным транспортом на 9% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на маловодие реки Белый, во второй половине лета 2018 года с терминалов компании отправили более миллиона тонн нефтепродуктов, сообщают в пресс-службе. Рост объема речных перевозок экспортных нефтепродуктов уфимских заводов Башнефти в условиях маловодной навигации 2018 года стал возможен за счет увеличения количества перевозчиков и причалов. Так, перевалка нефтепродуктов велась на трех причалах Уфа-нефтехима и Новойла. А для транспортировки нефтепродуктов из Уфы, помимо основного перевозчика, в навигацию 2018 года была привлечена вторая судоходная компания, эксплуатирующая новые нефтеналивные баржи. Речные адруские продукции уфимских НПЗ с причалов Белой были возобновлены с приходом в Башкирию Роснефти, которая реализует программу повышения эффективности коммерческой деятельности Башнефти в результате перевода оптовой реализации продукции нефтеперерабатывающих заводов на уже работающий высокомаржинальный канал. Московский стилист Роман Ванчиков провел мастер-класс для коллег из Стерлитамака. Событие прошло на базе торгового комплекса «Аструм». В город опытный стилист прибыл по приглашению президента группы компаний «Аструм» Дениса Назарова. Посмотреть за работой специалиста пришли несколько десятков стилистов и барберов, которые намерены развивать это направление. Среди трендов последнего времени рост популярности мужского направления индустрии красоты. Оно было незаслуженно забыто несколько лет назад, считают эксперты. Сегодня среди мужчин есть запрос на создание специфической атмосферы в салонах красоты, поэтому есть смысл развивать такой бизнес. Московский гость раскрыл коллегам секреты создания подобных салонов, где представители сильной половины человечества чувствовали бы себя комфортно. Вроде бы с 80-х годов мы потеряли как раз мужской зал, который у нас был, когда мы приходили, могли посидеть, пообщаться на свои мужские темы. Соответственно, это сейчас распространяется по всей России с огромной силой. Мне кажется, мужской контингент, так сказать, будет рад этому, потому что это все-таки другая атмосфера, нежели ходить в салон, где обслуживаются мужчины и женщины, потому что все-таки комфортно себя ощущать там, где мужчины и разговор в мужской идет. Именитый мастер рассказал участникам мастер-класса о современных трендах и поделился тонкостями развития своего дела. По признанию Романа Ванчикова, он получил хорошую обратную связь от коллег из Стерли-Тамака. В планах стилиста продолжить общение с коллегами из Башкортостана, ведь, как показывает опыт прошлогоднего визита в нашу республику, специалисты из региона очень быстро перенимают федеральные тренды. Организаторы из торгового комплекса «Аструм» постарались создать все условия для гостей. Кстати, «Аструм» выбран не случайно, ведь это крупнейший комплекс Стерли-Тамака. Кроме того, он постоянно развивается. В эти выходные здесь открылся новый фудкорт «Аструм Маркет», новая кухня под управлением известного московского ресторатора. Кроме того, третий этаж меняет концепцию. Здесь будет весь спектр товаров для детей, включая нового арендатора – компанию «Детский мир». Открытие планируется в конце декабря.